Всем привет! Про защищенные смартфоны от Oukitel знают многие и пользуются многие. Но недавно я узнал, что ребята выпустили такое устройство, как защищенный планшет. И это меня заинтересовало, потому как подобные гаджеты стоят серьезных денег, а Oukitel выставила ценник в 200 долларов, что для таких гаджетов еще и с достойной защитой. Это очень сладкая цена. Понятно, что защищенный планшет нужен далеко не широким массам потребителей, но узкому кругу людей уверен, что такое устройство будет очень интересно. Oukitel RT1 – первый ударопрочный планшет на рынке планшетов. Новинка отлично подойдет для досуга на природе, отдыха на рыбалке или охоте, так как помимо развлекательных возможностей, оснащена защитой категории IP68 и IP69K. Износостойкость обеспечивают прочные материалы, прорезиненные заглушки и усиленные углы корпуса для предотвращения от повреждений ударов при падении. Корпус гаджета выполнен в черном цвете с изящными оранжевыми вставками на задней панели. Гаджет укомплектован хорошим IPS-экраном на 10 дюйма, разрешением 1920х1080px, который обладает яркой, насыщенной и естественной цветопередачей. Плотность пикселей достаточна для четкого детализированного изображения. Владельцы новинки, несомненно, порадуют впечатляющей автономность работы, которую обеспечивает мощный аккумулятор мобильного планшета на 10 000 мАч. Даже при интенсивном пользовании энергии от одного заряда должно хватить на звонки, игры и использование других функциональных приложений в течение длительного времени. Качество и производительность работы обеспечивает восьмиядерный мобильный процессор Mediatek Helio P22 с частотой 2 ГГц. Оптимальные размеры элементов чипа дают более высокую эргономичность девайса по сравнению с другими моделями. Установка оперативной и внутренней памяти в 4,64 ГБ Oukitel RT1 по отзывам пользователей представляет хорошие возможности для интернет и 3D-серфинга, хранения и просмотра видеофайлов и библиотеки любимых фильмов. Работой девайса управляет операционная система Android 11. Планшет 4G обеспечивает устойчивую связь в стандартных операторах, поддерживает режимы Wi-Fi и Bluetooth. Также радует наличие входа USB, который сегодня многие разработчики считают избыточной опцией. А тут круто. Не стоит забывать о поддержке карт памяти типа microSD, которыми можно расширить внутренний накопитель при необходимости. Огромный экран и 3D-игротека требуют много энергии, поэтому установленный мощный литий-ионный батареи на 10 000 мАч станет приятным бонусом для покупателей недорогостоящего планшета. Порадуют владельцев и неожиданно мощные основная и фронтальная камеры на 16 Мп. Основной объектив укомплектован светодиодной вспышкой и автофокусировкой. Как я понимаю, на таком процессоре и с таким большим экраном вряд ли у вас получится на высоких настройках поиграть в популярные игры, и детям такой планшет не очень-то подходит. Ну вот, для каких-то рабочих моментов, на производствах или на природе, где нужно посмотреть маршрут или что-то еще, такое устройство незаменимо. Гаджетом можно пользоваться грязными руками, в перчатках и вообще особо не париться, если он упадет на бетонный пол. В многих местах его возможности для работы с программами и навигацией будут очень кстати. Тем более, что черная пятница уже началась, а это значит, что цена на планшет сейчас самая вкусная. Имейте в виду. У меня на канале есть много подборок с популярными товарами, которые стоят вашего внимания. Так что, если вы хотите что-то прикупить в эти дни и не знаете, что вы хотите, то в описании я оставлю ссылки на ролики с популярными товарами, которые заказали тысячи пользователей. Дерзайте! Обязательно пишите в комментариях, как вам планшет и хорошего вам вечера. Пока-пока!